Здравствуйте! В эфире программа День Города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Морозный пар. Из-за аварии на теплотрассе на ночь без тепла остались жители сразу трех рязанских микрорайонов. Социальный союз. После объединения пенсионного фонда и фонда соцзащиты все выплаты перевели в режим одного окна. Праздник истинных ценностей. В Рождество митрополит Марк говорил о мире. Почти 5000 жителей микрорайонов Приохский, Недостоева и Канищева сегодня ночью остались без тепла. Прорыв сетей Дягилевской ТЭЦ произошел на улице Интернациональная. На экстренном совещании у главы администрации Рязани Елены Сорокиной было озвучено, что к обеду теплоснабжение по большей части было восстановлено. Подробности далее. Официально авария на теплосетях Дягилевской ТЭЦ произошла в час ночи, но в соцсетях о возможных сбоях начали писать еще прошлым вечером. Вот такие фото размещают в соцсети жители Канищева. Судя по кадрам, на улице вечер, но никак не ночь. Тем не менее, основная версия на утро сегодняшнего дня звучала так. Сегодня ночью произошло повреждение теплотрассы. Повреждение быстро определено. Место повреждения уже локализовано и проводится ремонтная работа. Работы будут выполнены в срок до конца сегодняшнего дня. 21.00 планируем закончить работу техникой, все обеспечены, людьми обеспечены. 21.00 – это же время Сергей Корочкин озвучил и на экстренном утреннем совещании в Рязанской мэрии. По его словам, давление в трубах постепенно будет расти. От 19 домов, попавших под отключение, получат давление до 21.00, да? Предполагаем, надо закончить работу до 21.00. Глава администрации Рязани Елена Сорокина, кстати, лично выезжала на место, о чем она сообщила в своей соцсети. Тем временем, даже к приезду нашей съемочной группы пар на месте аварии все еще оставался. А ковш экскаватора со скрежетом пробирался все глубже. Прокуратура области оперативно собирала информацию прямо на месте. Сегодня, 9 января, из-за аварии в теплосетях приостановлена работа двух ЦТП, расположенных в Московском районе города Рязани. В результате теплоснабжения отключено в 19 жилых домах, спортшколе и стоматологической поликлинике. По факту аварии прокуратуры Московского района города Рязани организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действием либо бездействию исполнителей коммунальных услуг, как по причинам произошедшей аварии, так и по факту соблюдения нормативных сроков проведения ремонтно-восстановительных работ, устранения последствий аварии и восстановления теплоснабжения населения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результат проверки поставлен на контроль прокуратуре региона. Меры прокурорского реагирования – это в том числе возбуждение дела. Каким оно будет, а оно по нашей информации точно будет, уголовным или административным, будет зависеть от нескольких факторов. Восстановление теплоснабжения в жилых домах именно сегодня – один из них. Авария на ТЭЦ стала продолжением череды ЧП в праздничные дни. В ГИБДД скрупулезно ведут статистику к таким происшествиям. Счет идет пока на десятки. Эти цифры лучше прошлогодних. Первый день Нового года уже по какой-то неприятной традиции не обошелся без происшествий. Желание полихачить едва не привело к трагедии. Вечером 1 января в деревне Студинки Александра Невского района 25-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2109, совершил наезд на сидящих на обочине дороги двух братьев 13 и 16 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние получили серьезные травмы и были госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Сам водитель с переломом челюсти также госпитализирован. У него взят анализ крови на наличие алкоголя. Спустя всего пару дней, 4 января, новая авария. Уже в Рыбновском районе. 62-летний мужчина на МАЗД-6 сбил пешехода. По предварительной информации, авария произошла вне перехода. Но вины водителя это не умаляет. Пешеход от полученных травм скончался. ГИБДД проводит проверку. О ситуации на дорогах в целом рассказали в госавтоинспекции. За праздничные выходные дни на территории нашего региона зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 41 получил травмы различной степени тяжести. В области произошло 266 дорожно-транспортных происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПСГГИ было выявлено более 3000 нарушений правил дорожного движения, в том числе 48 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 21 водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. По сравнению с прошлым годом ситуация на дорогах улучшилась. Так говорят в ГИБДД и приводят цифры. На 10 января 2022 года было зафиксировано 32 ДТП. Однако в них погибли 11 человек, еще 73 получили травмы. Напомним, в этом году один погибший и 41 пострадавший. Кроме того, по статистике автолюбители стали реже садиться за руль пьяными. 48 таких случаев против 118 в 2022. Прошлый январь, помнится, начался со столкновения рейсового автобуса с опорой железнодорожного моста и пятью погибшими. В этом все пока не так трагично. С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединились в Единый государственный внебюджетный социальный фонд России. Теперь именно здесь будут начислять все соцвыплаты, включая пенсии, больничные, декретные, а также пособия в связи с несчастными случаями на производстве и провозаболеваниями. Как это будет работать, расскажем далее. Пенсионного фонда России больше нет. Однако такого заявления пугаться не стоит. С 1 января его функции взял на себя новый социальный фонд. Образовался он путем слияния пенсионного и фонда соцстрахования. Пенсии и прочие социальные выплаты никуда не денутся. Их продолжат выплачивать. Даже сроки не поменяют. Да и услуги сохранятся. В СФР их наберется больше 60 и еще 190 дополнительных. Задача объединения простая – повысить качество обслуживания граждан. Объединение фондов не привело к изменению правил назначения выплат. Граждане получают выплаты и назначенные пособия, положенные законодательством Российской Федерации, в прежнем размере, в прежние сроки и могут обращаться по привычным адресам. Раньше для полного объема соцпомощи человек обращался и в ПФР, и в фонд соцстрахования. Обещают, что теперь все выплаты можно будет получить буквально в одном окне. Да и сами фонды работали с одними и теми же заявителями и информацию запрашивали друг у друга. Логично, что процедуру упростили. Появилась единая база. В нее поступает информация о гражданах, которым меры поддержки необходимы. Прием граждан с 1 января осуществляется в клиентских офисах Социального фонда России по привычным адресам. Узнать адреса и контакты клиентских служб можно на официальном сайте Социального фонда России. Данные о страховом стаже и пенсионных коэффициентах тоже никуда не денутся. В этом можно будет убедиться как онлайн, так и лично в клиентских службах СФР и МФЦ. Кстати, на портале Госуслуг гражданам сейчас доступно больше 100 онлайн сервисов. Социальный фонд продолжит развивать систему проактивного назначения выплат и электронные сервисы. В перспективе граждане смогут получать еще больше услуг полностью онлайн, а также меры поддержки без обращения в фонд. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания, город. Важнейший праздник христианского мира, Рождество Христово, в православии отметили с 7 на 8 января. Как прошла эта ночь в престольном храме праздника, смотрите далее. Рождественская ночь оказалась самой холодной с начала года, что не помешало сотням прихожан прийти на праздничную службу. В Кафедральном соборе Рождества Христово вечернее богослужение началось с 6 января в 17.00. А Божественная литургия с 6 на 7 января ровно в полночь. Праздничную службу возглавил митрополит Рязанский Михайловский Марк. В день Рождества на земле родился Спаситель мира. Евангелист Лука, один из тех евангелистов, который описывает события Рождества Христова, сообщает о том, что вифлеемские пастушки увидели явление ангелов, великие слова, поющих песнь, слава Вышних Богу, и на земле мир в человеке благоволение. Великие слова, на земле мир. В этом году Рождественская проповедь наполнена особым смыслом, ведь слово мир приобрело для всех ту ценность, о которой стали уже забывать. И в светлый праздник митрополит напомнил о том, что прямо сейчас льется человеческая кровь. Почему же все это возможно уже после воплощения на землю Сына Божия, который принес на землю мир? Почему же льется человеческая кровь, если Господь принес мир на нашу грешную землю? Происходит это от того, что, к сожалению, люди так и не восприняли мир Христов, начиная со времен до Христа и после Христа на протяжении столетий. Людям оказались более близки человеческие страсти, обычные земные интересы. Нежели мир Христов. И потому люди живут землей, люди живут временными потребностями, временными ценностями, не задумываясь о том, чтобы стяжать в своих душах мир Христов. Митрополит Рязанский Михайловский призвал каждого верующего обрести мир в сердцах. Участие в богослужении принял и губернатор Рязанской области Павел Молков, а после глава региона поздравил всех рязанцев с Рождеством Христовым. «Желаю здоровья вам и вашим семьям. Пусть в вашем доме царит любовь и согласие с Рождеством», написал Павел Молков в своих соцсетях, добавив, что в этот день все становятся добрее, уходят обиды, забываются проблемы. А сердца людей открываются всему самому светлому. В России празднуются два сочельника – рождественский и крещенский. Рождественский сочельник приходится на 6 января – канун Рождества Христова. Крещенский сочельник или канун Богоявления – на 18 января. Время между этими праздниками считается особенным и называется святками. С этим периодом связано немало традиций, о которых мы сейчас и расскажем. Считается, что празднование Рождества в январе – отличительная черта православной традиции. Однако это не совсем так. Вместе с Русской Православной Церковью Рождество в ночь на 7 января празднуют в грузинской и юрусалимской, польской, сербской православных церквях. Остальные поместные православные церкви, например, румынская, болгарская, элладская, празднуют Рождество 25 декабря так же, как и католики. Период между сочельниками – рождественским и крещенским – называют святки. Несмотря на то, что церковь выступает против гаданий, считая их обращением к злым духам, люди в сечении святок все равно проводят обряды, чтобы узнать свою судьбу. Например, в ночь перед Рождеством девушки могут погадать на суженного при помощи зеркал. Для этого пару зеркал ставили напротив друг друга, а между ними зажигали свечу. Гадающая девушка садилась перед одним из зеркал и внимательно смотрела в него. Когда пламя свечи в отражении начинало расплываться, она могла увидеть образ суженного. Однако считалось, что если не соблюдать осторожность, из зеркала может появиться некая злая сущность, которая похищает девушек в потусторонний мир. Еще в святке принято каледовать – петь праздничные песни ради подарков и угощений от слушателей. Сегодня каледу празднуют с меньшим размахом, особенно в крупных населенных пунктах, а каледуют чаще всего только дети. Этимология слова «сочельник» до конца не ясна. Принято считать, что «сочельник» происходит от слова «сочево». Так называют традиционное для этого праздника постное блюдо из зерен риса и пшеницы, которые едят с медом или сахаром. Часто в него добавляют мак, орехи или фрукты. Некоторые историки и лингвисты полагают, что «сочельник» мог получить свое название от сочней – лепешек, которые было принято печь накануне Рождества. Закончится период святок к крещениям. Утром в крещенский сочельник после богослужения начинается освящение воды, которое продолжается весь праздник. Крещенскую воду надо пить весь год натощак в небольших количествах, думая о светлом. Ругаться и предаваться негативным эмоциям в такие моменты запрещено. Важно посетить все богослужения или хотя бы большую их часть, а также принять участие в литургии и таинстве Евхаристии. 10 января в Рязанской области придут морозы до минус 28 градусов, ветер в 17 метров в секунду и гололед. Об этом заявляют синоптики, но сильно не пугайтесь. Такие морозы будут, как выражаются специалисты, местами. Преимущественно по области будет ночью от 19 до 24 градусов со знаком минус. Днем же прогнозируют от минус 13 до минус 18 градусов. Сильный ветер, однако, доставит неудобств. Его скорость может достигать 17 метров в секунду. Обычно, кстати, при таких показателях объявляют метеопредупреждения. Но к концу недели морозы спадут. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова